А в Армении была революция? Ох! В Армении была реализация классики жанра, это вечно такие соросовские методички в полном объеме. Другой вопрос, что получилось не совсем так, как хотелось. Ну почему? Пашинян кандидат от народа. Почему не получилось? Ну потому что одно дело, когда ты кандидат от народа и ни за что не отвечаешь. Ну то есть ты можешь молоть что хочешь, ты депутат парламента всего лишь, ты не в органах исполнительной власти, и от твоих вопий ничего не зависит. А совсем другой вопрос, когда ты становишься руководителем страны и выясняешь, что то, что ты говорил до этого, невыполнимо в принципе. Неприятно. Ну смотри, история с Болтоном-то. Болтон приехал, зная, что говорил Пашинян, будучи в оппозиции. Он приехал и это ретранслировал, и тут же огреб плюку от самого Пашиняна, дескать, товарища. А вас кто упал намачивал это говорить? Я так уже не думаю. Это думал я тогда, когда я был в парламенте, а сейчас-то я думаю совершенно иначе. Ну так можно нарваться на небольшие неприятности. Ну почему? Не нарвешься, потому что Болтон развел руками и сказал, ладно, мужик, я поехал, а что? Если я не нужен, ладно. Тут еще есть места, где мне будут рады. А это логично. Почему была на нас обида со стороны сторонников Пашиняна? Не потому, что мы критиковали, а потому что мы сразу сказали, ребят, послушайте, как только он придет к власти, он поймет, что с точки зрения внешней политики поменять ничего нельзя. Но даже если ты очень сильно будешь ходить, у тебя не получится. Почему? Потому что если ты попробуешь с Турцией заключить мирное соглашение, тебя разорвут свои же. Потому что это, извините, это часть национального стержня геноцид. Тем более Турция его не признает. Как если с не признающей Турцией ты собираешься заключать договор? Значит, этот пункт у тебя выпадает из повестки. У тебя, напоминаю, четыре соседа всего. Четыре. Значит, Турцию выкинули. У тебя есть Азербайджан, с которым ты в состоянии войны. И с этим ты тоже ничего поделать не можешь. У тебя есть граница по реке и в горах с Ираном. Ну, тут констант. И у тебя есть граница с Грузией, в которой, слава богу, все хорошо. Вопрос. Чего ты можешь в этой концепции поменять? Поссориться с Грузией? Последнюю дорогу потерять? Здесь менять нечего. С Ираном нельзя тоже поругаться, потому что это тоже часть, извините, национального стержня. Если просто кто-то не знает, то они происходят от древних персов. Они были все такие голубоглазые и блондинистые, но вот солнце Южного Кавказа выцветило через там много-много поколений, все стали брюнетами. Значит, тоже нельзя. Что у тебя остается? С Россией ты будешь ругаться? С главным твоим торгово-экономическим партнером? И он же гарант стабильности в регионе. Что остается у тебя? Остается борьба с коррупцией. Прекрасно. Бороться можно. Есть результат борьбы с коррупцией. Вот полгода прошло. Сейчас говорили о том, что подождите, у него нет парламентского большинства. Окей, сейчас будет парламентское большинство. Вот давайте посмотрим за результатом борьбы с коррупцией. Просто то, что я вижу, меня настораживает. Почему? Потому что Пашинян Никол шел на вот этот вот марш свой, пеший, из Гюмрии, да, он шел в Ереван. Под эгидой надо избавиться от монополии политической партии. Одной. Под этим подразумевалась республиканская партия. Но на выходе он сделал ровно то же самое. Он сделал монополию своего имени. Не надо говорить, что я противный и задаю подлые вопросы. Это правда. И я действительно противный, я задаю подлые вопросы. Но вы сами не хотите трезво посмотреть на ситуацию? У вас сейчас движение Пашиняна занимает ровно ту же нишу, которую занимала республиканская партия Армении. Это не называется монополия? Или диктатура одной партии? А когда вы это собираетесь назвать? Торжество демократии? А где при торжестве демократии, простите меня, дошнаки оказались? Которые на протяжении ста лет за эту демократию сражались. Тысячи дошнаков погибло за демократию, между прочим, буржуазную. И приятная ситуация. И в результате вы создаете подлинное демократическое государство, в котором нет места дошнакам. Но это странно. Ну правда странно. Причем странности здесь добавляет то обстоятельство, что абсолютно все политические силы в республике, ну кроме вот маргинальной там коммунистической партии, они все ментально, интеллектуально вышли из дошнаков. Потому что больше тебе неоткуда было взять вот это национальное политическое соединение. Как понимаешь, на Украине нет ничего кроме Бандеры с этой точки зрения. То есть если вы обметаете весь русский опыт, у вас только Бандера есть. И Грушевский с Гетманом Скоропадским. В Латвии, соответственно, у тебя нет ничего кроме Ульманиса, сотоварища. В Армении нет ничего кроме дошнаков. Понимаешь, даже в Грузии, помимо там партии меньшевиков, на которой базировалась изначально грузинская политическая идентичность образца фронта национальных свобод и спасений, конца 80-х годов, даже там были еще другие. Там были эсеры какие-то там, еще прочее. Армения с этой точки зрения могла славиться либо партией дошнаков, либо своими представителями в Закавказском бюро РСДРП. Значит, Закавказское бюро у вас не подходит, потому что оно непонятно будет, да? Ну зачем вам тогда независимость? Они, между прочим, о какой независимости не говорили. Они себя видели исключительно в формате единой страны. Тогда у вас остается только дошнаки. Григин, ЖД, в конце концов, кем был? Ну главный такой вот, знаешь, национальный герой, он кем был? Так же, как и все остальные. И вы берете и вычеркиваете дошнаков из политических. Но они вернутся? Ну, я не знаю. Армен, ну вот как это? Люди очень влиятельные, люди, которым доверяют народу. Дашнаки, извини, что я тебя перебиваю. Это единственная партия, которая представлена в парламенте другой страны. Единственная в мире. Потому что такого больше нету. Чтобы национальная партия была представлена в парламенте другой страны. Она в Ливане есть. Это абсолютный мировой рекорд. Понимаешь? И вот эту партию они загноили. А может быть в Армении теневое правительство? Теневая партия, которая влияет на все? Или это фантазия? Ты знаешь, мой опыт общения с армянскими политиками показывает, что там политиком может быть каждый. Вот это две страны есть такие. Грузия и Армения. Там все политизированы. Все знают, чем рука идет. Вот как в Бразилии все могут тренировать сборную по футболу, так вот в этих странах абсолютная такая политизация. По числу там информационных телеканалов в той же Грузии вообще равных мало. Ты не поверишь, просто сколько их там. И они все застолья, они будут посвящены в том числе на первом месте обсуждению политической составляющей. Вот это сильно. В Армении, ну, примерно то же самое. Другой вопрос, что все равно все упирается в одно и то же. Если вас не устраивает, условно, там, часть советского проекта, у вас есть только вот условная история вокруг Дашнаков. А этого очень мало для создания. Тем более, что, давайте скажем честно, да, с точки зрения, там, влияния на глобальную политику, интеллектуальные труды лидеров Дашнаков критики не выдерживают. Ну, Горегин Жде, по большей части, написал о другом. Его, знаешь, мало волновали экономические вопросы. И он вообще не думал о том, как это должно быть. Он был последовательным борцом с Турцией. У него на 90% все произведения именно об этом. Как надо нахлобучить Турцию. Он, собственно, как попал в плен. О нем же забыли. В принципе, об этом удивительном человеке. Ну, потому что не до него было. У товарища Сталина было там побольше врагов среди русской эмиграции. Ну, Горегин Жде взялся писать письма. П. Х. Сталин, давай, о, отлично. Значит, перелом войны. Давай сейчас Турков нахлобучим. Сейчас как раз удивительная возможность для этого. И я готов пойти в армию. Вот что они вспомнили. По-моему, при этом пришел СМЕРШ. Ну, Горегин Жде на выходе чего сказал? Его же отвезли, как во время следственных мероприятий. По-моему, просто кто знает. У нас там всяких Власовых, Красновых, Василь Куков. У нас не возили их по городам. Мы не показывали. Извините, смотрите, как страна растет. А НЖД повезли в Армению показать. Смотри, как. Вот при коммунизме, как она процветает, республика. Как отстраивать все. И НЖД признал, что действительно с этой точки зрения выполнена его программа. Другой, потому что у него нет экономической составляющей программы. Но он признал. Да, это вот то, чего я хочу. Тогда чего у вас остается? Ну и вот вокруг чего плясать? Понимаешь, это вот общая проблема, к сожалению, всего постсоветского пространства. Незнание собственной истории. Ну ладно, революция прошла. Революция прошла. Все довольны? Все успокоились? Дальше так будем жить несколько лет? Я надеюсь, что все довольны. Я надеюсь, что сейчас они будут спокойно заниматься реализацией экономической программы. Уже просто со всеми, с кем только можно, переругались. Потому что там с Лукашенко, как известно, поскандалили. С России тут тоже были непонятные некоторые мгновения. Ну, просто требование ареста Хачатурова, это, ну, too much, правда. Официально у нас охлаждение отношений. Нет, официально нет. Официально Путин все сказал на прямой линии. Он сказал, у нас все нормально, забудьте. И все, все перекрестили, слава богу. Теперь надо реализовывать те постулаты, которые ты так стоически озвучивал на минимуме. Теперь посмотрим, как это получится.